ЛЮСТРАЦИЯ! 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 Слава! И слава! Сегодня депутатов у Верховной Рады ждал сюрприз. На работу народные избранники шли через коридор позора. Мы требуем люстрацию, Аваковой, Геть, Турчинову под суд. Такими плакатами митингующие встречали слуг народа. Так само оборона Майдана требовала люстрации чиновников и проведения досрочных парламентских выборов в стране. Для того, чтобы наши сановне обранили народу. Чтобы наши дорогие народные избранники помнили, что народ есть, народ будет, и будет требовать те законы, какие хочет, а не какие они считают необходимыми в этой ситуации. И мы вот таким живым коридором с братьями хотим напомнить, что депутаты должны транслировать волю народа. Не мы, слуги, а они поставлены представлять наши интересы, защищать наши права и принимать законы. Знову ж таки, не первый раз про то, что обранцы должны выполнить волю народа. Особенно досталось представителям коммунистической партии Украины, которых собравшиеся встречали выкриками «Комуняку» на «Геляку», что в переводе означает «коммуниста» на ветку. Регионалов тоже принимали не особо приветливо, но майдановцы не ставят перед собой цели убрать из Верховной Рады какую-либо партию. Цели у них более глобальные. У нас нет конкретной цели убрать партию регионов. Мы хотим, чтобы работала система власти, чтобы она работала так, как она должна работать. На народ, чтобы законы прописывались и работали не для них, а для народа. Чтобы мы были не под законом, а над законом. То есть, фактически, они являются менеджерами, то бишь, исполнителями тех законов, которые они принимают. Исполнители и так уже приняли 10 законов, которые разработали представители общественности. Сейчас готовят еще один проект, подразумевающий полную прозрачность бюджета всех уровней. Любой украинец на сайтах ведомств может узнать о поступлении средств и о том, как расходуются народные деньги. Мы разрабатываем законопроекты, которые помогут провести реформы в стране. Подаем их на рассмотрение депутатам и требуем их принятия. С вашей помощью мы уже добились принятия 10 законопроектов. Например, про иллюстрацию судей. Мы все приходили сюда и помните этот закон про доступ к публичной информации, по государственным закупкам и другие. И мы будем продолжать эту работу. Больше всего гнева вылилось на депутата от партии регионов Олега Царева. Коллеги его буквально заклеймили. Один из лидеров сепаратистов, заявивший о создании республики Новороссии на Донбассе, был лишен депутатской неприкосновенности. 222 депутата проголосовали за ликвидацию парламентских привилегий, и только один народный избранник был против. Генеральной прокуратурой Украины на Олега Царева возбуждаются дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Продолжение следует...